Привет! Давненько не было у нас никаких видосов, но на это у меня были кое-какие свои причины. Но теперь я снова с вами, и поэтому поехали! Привет! Сегодня речь пойдет о том самом моторе ДА-90С, который сделан по технологии славянка, который был разработан, точнее не разработан, а технология была разработана Дмитрием Александровичем. Ну и новым, собственно, это самая славянка. И все спрашивали, где там мотор, что можно будет, когда купить. И, собственно, это время пришло, и я вам сейчас покажу тот самый мотор ДА-90С. Он существует, он в Москве, и, собственно, его даже можно купить. Мы его тоже купили. Мы это, потому что мы, я с Пашей, у нас своя мастерская. Называется она Электролайн. Ссылка будет в описании, если кому вдруг интересно. Вот. У нас можно заказать, например, сборку батареи, сборку байка, можем сварить байк, можем, там, я не знаю, собрать что-нибудь по частям. Ну, в общем, обращайтесь. Обращайтесь. А вот. Значит, здесь можно уже увидеть, что маятник старый от телепорта я снял. В общем, в чем суть вообще этого видео? Мы хотели в кратчайшие сроки, вот пока не наступили прям сильные холода, до минусовой, так скажем, температуры, мы хотели протестировать вообще, как ездит и ездит ли вообще этот мотор. То есть он вот как бы приехал, он руками крутится, ну а что вообще он может? Но сразу скажу, что он может протестировать не удалось, потому что, ну, во-первых, холодно, во-вторых, там такая куча настроек, что, ну, за один раз, там, за несколько часов просто не получится и покататься, и что-то там подкрутить в настройках, и посмотреть вообще, что он может. И, в общем, в планах большие тесты, и мы их будем проводить. Я думаю, даже зимой это как-нибудь организуем. Кое-какую покатушку, кое-какой тест, это уже есть в планах. В общем, что мы сделали? Чтобы долго не говорить. Вот он, мой монстр. Это тот самый монстр, от которого этот маятник. В общем, мы поставили сюда новые колеса. Это, наконец-то, вот то, что я давно должен был сделать. Это мото-обода, мото-резина, вообще это все мото. Сюда заспецевали вело-втулку, потому что это вело-вилка. Заспецевал я, в общем, эту вело-втулку. Получилось довольно ровно, если считать, сколько времени я ее спецевал. Сзади стоит такой же колесон, только оно уже было заспецевано. Одели сюда покрышки, и, в общем, все это дело поставили. Вот так это дело смотрится, и, мне кажется, он так мост расслал позлее, и так интереснее смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь, что самое интересное. Мы сварили маятник. Варили мы его по-быстрому, собственно сказать, очень быстро. Поэтому получился он такой немножко корявенький. Но, в принципе, свою задачу он выполняет, и выглядит, ну, относительно неплохо. Здесь вот всевозможные усилители. Здесь вот усилители. Здесь целая пластина наварена. В общем, вот здесь поставили натяжитель, все как положено, все как во взрослых байках. Здесь всевозможные усилители. И вот, что нас, собственно, интересует. Это тот самый мотор D90S. Вон он там стоит. Сейчас я его покажу с разных сторон. В общем, вот так мы его сюда поставили. И так как времени было мало, мы его просто сюда вварили. То есть, мы хотели, чтобы винтами это все дело притягивалось. Но времени было мало. И просто вварили, ну, прижали и вварили его. Вот так. И провода, все это дело на стяжках. Сейчас я к ним вернусь. В общем, вот так он выглядит. Ну, собственно, как выглядит, вы видели. К нему, к мотору, значит, дается звезда на 11 зубов. И она 428-я. Ну, кто в мототеме разбирается, это 428-я цепь. Значит, притягивается она к валу винтом. То есть, вкручивается в вал винт. Там есть дырка. И в этой дырке, собственно, прорезана резьба. Точнее, нарезана. Точнее, в отверстие. Ну, да. А вот. Там подкладываются шайбочки. Здесь подкладываются шайбочки. И звезду можно регулировать. Я спешил. Шайб не хватило. Поэтому она немножко у нас вот так двигается. Но на один раз по катушке хватило. Значит, звезду я... Ой. Цепь я немножко укоротил. Потому что она была слишком длинная. А у нас тут вот расстояние и все. Значит, здесь на 11 зубов. Здесь на 41. Вот это. Ну, пока что. У меня уже есть другая звезда. Мы ее будем оставить в ближайшем будущем. В общем, вот так. И так как времени, опять же, повторюсь, было мало. Все вот это сделано вот так на стяжках. Это все просто висит тоже на стяжках. Вот так это все болтается. Здесь просто провода. Но, в принципе, больше-то ничего и не надо было. Поэтому... Да, кстати, новый тормоз поставил. Ну, да ладно. В общем, и поэтому выглядит все это вот так. Ну, собственно, мне, кстати, нравится, как сейчас выглядит мой монстр. Прямо он стал как-то злее вот с такой резиной. Я не знаю. Я зимой, наверное, кататься не буду. Потому что зимой мне все-таки холодно кататься. Ну, и, в общем, что насчет тестов. Я выкатился, прокатился. И так как в контроллере много настроек, я ничего не стал там ковырять. К сожалению, на планшете, который был на руле, ну, вот такая там матрица. Там ничего не видно на солнце. Там и глазу-то ничего не видно на солнце. А если вообще немножко повернуть, и, собственно, на камеру вообще ничего не видно. Там есть разные показатели. Я, возможно, вставлю сюда картинку, как эти показатели выглядят. Там скорость. Ее тоже надо настраивать. Она абсолютно неправильно показывает. То есть вообще абсолютно неправильно показывает. Здесь есть эко-режим. В общем, я немножко поездил. Заехал в парк, там прокатился. И прокатился немножко по дороге. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это, я так понял, приехал уже какой-то долго тестировавшийся мотор И что-то там с ним вообще очень плохо Это единичный такой экземпляр В общем, 88% КПД мы с него легко смогли снять Вот более 3 кВт мощность 5 кВт Вот в ограничение вошел 5600 Сейчас чуть-чуть обороты снизу Вот мощность 7200 Вт Вот она Это 7200 Вт при 2200-2400 оборотах При ограничении тока фазного 130 Ампер 135 Ампер Вот Максималка 5000, вот я бы выставлялся, 5000 оборотов При 4800 Мы поимели, как бы, вот 9, что там, 8,5-9 Ньютон на метр Еще до сих пор При этом мощи у него были Ну, 4,6-4,7 кВт При 4800 оборотах 72 Вт питания Ослабление поля То есть, он с 5000 прогнал до 300 оборотов И загнал опять на 5000 И среднюю характеристику выявленная игра То есть, максимальная мощность При 2,5 этих самых оборотов, да? Значит, при 135 Именно при 135 фазного тока Вот Амперы, вот они, вот 120 140, вот 135, вот красная линия Вот в этом месте, значит 2400 оборотов в среднем Вот у нас мощность более 7,2 кВт Подпрыгнула А, подожди, у нас зеленая мощность 7,1 кВт где-то 7,7,1 кВт где-то Ток у нас вот линейный, фактически До 3600 оборотов Ток у нас абсолютно линейный шел Фазный При этом батарейный, значит, у нас подрос Я смотрел за ним где-то до 150 Ампер В этом режиме То есть, когда ослабление поле фигачит У него фазный, меньше, чем у батарейный Ну, это хорошо, да? И вот с кривым линейным проводом Мотор, короче, максимальное КПД 88% у него В диапазоне где-то 6-15 нм Естественно, в будущем я еще съезжу Привезу другой мотор Может даже несколько И мы их протестируем, чтобы Снимать данные не только с одного мотора А еще и Сделать такие усредненные показания И, естественно, отключу здесь эко-режим И уже посмотрю, что может этот монстр Соответственно, еще нужно поменять звезду И так далее В общем, вот такое получилось видео Кому понравилось, ставьте лайк Пишите свои комментарии, что об этом думаете Если у вас есть мысли, где можно протестировать зимой Вот такой байк В более-менее хотя бы теплых условиях То тоже пишите А пока на этом все Чтобы следить за моим каналом Собственно, подпишитесь на него Позвоните в колокольчик А если ваши друзья тоже интересуются технологией ДМО Распространите этот ролик в своих соцсетях Им будет интересно А мне развитие канала Ну и всем пока И отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok Да, еще нашел у этого контроллера Очень интересный режим Так называемый противооткат То есть, если вы встали на горке Он не даст откатиться байку назад Ну а для желающих купить мотор Есть все ссылки в описании